Тишина – залог успеха. Приглашать к угощению рыбу лучше молча и скрыв прикорм от лишних глаз. Вот только тайное блюдо Дениса Митина рыба не оценила. И этим вызвало негодование хабаровского рыбака. На состязание в Благовещенск он приехал впервые. Дома, как говорится, стены помогают, а здесь, в боевых условиях, все такое непредсказуемое. Перед тем, как на соревнованиях быть, надо потренироваться желательно. Была тренировка, была рыба, уйма. А сейчас все вообще по-другому. Почему, непонятно. Вот он, вот она рыбовые мечты, вот она, вот она. Ясь! Действующий чемпион при Амуре по ловле донной удочкой Влад Бахтин рыбу мечты тоже поймал. Три года назад. Это была щука в три килограмма. С тех пор рыбака не захлестывает спортивный азарт. Удить привык с детства, продает рыболовные снасти и совсем не спортивно готовит жареного сазана. Опарыши и земляных червей для рыбы приправил спреем с запахом бисквита. Опыт подсказал. Все это за неделю осуществляются. Закупки, кормов и так далее. Встречаемся с напарниками, обсуждаем, что будем мешать, на что будем ловить. Также выезжаем на тренировки, как допустим на это озеро. За неделю, за три дня сидим, пробуем, экспериментируем. Какая приманка лучше, рыбаки выясняли без малого 10 часов. Участники, что наловили больше всего рыбы под 6 килограммов, получили третий спортивный разряд. Тем, у кого он был, дали второй. Судили их не строго. Все-таки первый турнир. Рыболовный клуб у нас существует уже три года. Ребята выросли, созрели и сами обратились, давайте официально все сделаем. В этом году мы оформили все необходимые документы, получили аккредитацию на 4 года и на законных основаниях имеем право эту деятельность развивать. Если получится, поедут в Воронеж и в Москву на всероссийские соревнования по спортивной ловле. Александра Боровикова, Денис Лугов, программа «Город».